Всем привет, друзья! Что-то июль у нас не задался. Приходится выискивать солнечные денёчки. Вот уже три дня у нас дождь лил, все выходные лил дождь. И вы знаете, хоть и цветёт красиво, конечно, Англия, но дожди мешают. И на удивление погода утром 13, а днём 19. То есть июль какой-то у нас получился гнилой. Ну а в Европе наоборот, на удивление, жара. Жара под 40. В Риме, я смотрю, такая же жара в Испании на южном берегу. И, по-моему, в Париже тоже жарко. Ну, в общем, весь европейский континент там солнечно и жарко. Я почему говорю, потому что я ищу себе, куда бы съездить. Но что-то, когда я посмотрела, что так жарко везде, я решила, нет, наверное, пока я повременю. И у меня, вы знаете, часто спрашивают, а как это вам удаётся, постоянно вы куда-то ездите? И как у вас хватает денег, как вы так умудряетесь? Так вот, я хочу показать вам, вы знаете, в каких я живу отелях в разных странах. Вот сегодня у меня будет такая небольшая подборочка. Я буду вам показывать отели, в которых я жила, и их стоимость. Давайте посмотрим, возможно, вам это будет интересно. А начать я хочу с отеля в Лондоне. Конечно же, я обычно отправляюсь из Лондона, и в Лондоне отели очень дорогие. Но мне иногда приходится ночевать, так как я, вы знаете, связана с большими передвижениями по Англии, с своего острова до Лондона. Бывает, иногда не вписываюсь. Бывает, иногда опаздываю на паром через пролив, и поэтому приходится ночевать. И вот один из таких отелей, когда я возвращалась из Европы, это был конец января. Отель возле аэропорта Хитроу. Мне пришлось там заночевать. Стоимость ночи со скидкой 45 фунтов. Давайте посмотрим, как выглядит этот отель. Доброе утро! Сегодня вторник, 31 января, и я проснулась вот в этом отеле придорожном. Вот он прямо по курсу. Показываю вам, как выглядят малюсенькие городки. Это даже не вилочь, наверное, а всё-таки городок в Англии. Рядом с аэропортом Хитроу. Вот такой незатейливый маленький городок. Показываю вам быстренько этот маленький отель. При входе туалет. Здесь ещё один туалет и ванная. И здесь ещё один туалет и душ. И дальше на первый этаж. Вот она комната. Всего комнат 6. Сейчас я покажу вам. Вот это, пожалуй, удачная комната. Большая. Видите? Очень даже замечательная. Здесь жила женщина одна. И у неё двухспальная кровать. И сейчас покажу мою комнату. Туда дальше ещё кухня. Ну и вот это наверх. Поднимаемся по крутым ступенькам. Похоже, что здесь, конечно же, была чья-то квартира. Потому что, если кто увидел мою квартиру, в которой я сейчас живу, то практически похоже. Ну вот. И здесь 4 комнаты. 3, 4, 5 и 6. Вот мне досталась комната номер 6. Малюсенькая. И посмотрите. Односпальная кровать, с которой я практически падала. Вот. И больше ничего. Даже зеркала нет. Малюсенький столик. Вот. Окно. Сейчас ещё у нас там темно. Здесь вот такие вот бестолковые полки шкафа. Только полки. Ни одной вешалки. Ничего здесь нет. Вот. Видите, да? Ну, вы знаете, что я могу сказать? Я могу сказать лишь то, что это стоит 45 фунтов со скидкой. Сейчас спущусь вниз. Ещё вам кухню покажу. Внизу у нас две квартиры. Первая и вторая. И вот такая вот кухня. Ну, вы знаете, по идее, кухня большая. И всё тут есть. Кроме посуды. Кроме посуды всё функционирует. Кроме, как сказать, горячей воды всё есть. Но вот полки. Видите? Остатки былой роскоши. Что здесь? Вот и всё. Всё остальное пусто. Ни ложки, ни вилки. Но, как говорится, и на том спасибо, да? Хорошо, что хотя бы так. Есть чайник. И я сейчас себе зелёный чай заварю. Поднялась опять к себе в номер. Мне не спится. Вы знаете, времени сейчас ещё нет. Шести даже утра. А я уже в связи с тем, что время у нас поменялось. Ну и вообще, как-то, знаете, просыпаюсь рано в последнее время. Вот. Так что вернулась. Сейчас буду чай пить. Такой отель у меня для вас. Первый. На просмотр. Надеюсь, что вы успели посмотреть. Хотя съёмка, конечно, не очень. В 6 часов утра я там делала эту съёмку. Единственное, что хочу сказать. Вы услышали, да? 45 фунтов. Маленькая комнатушка. Односпальная кровать. Малюсенький столик в углу. И это всё. Остальное. Все услуги общие. Внизу туалет. Маленькая душевая кабинка. Ну и вот такие вот. Внизу ещё и кухня. Вы видели, да? И вот такие вот отели. При аэропортах. Здесь распространены очень. Этот отель. Отель самообслуживания. Там приходишь и сам набираешь код, который тебе присылают после оплаты. Берёшь в боксе, в специальном маленьком, ключ от своей комнаты. И, в общем, дальше сам живёшь. Точно так же выезжаешь, оставляешь ключ там. Всё на доверии, всё на самообслуживании. Кстати, как забирать ключ, в каких этих боксах маленьких он хранится, мы сейчас на следующем видео как раз и посмотрим. А следующий отель Альян, город на юге Португалии. И это апрель месяц. Давайте смотреть. Ну вот, смотрите. Всё покажу сейчас вам. Это выезд уже из города. И вот именно здесь, вот в этом доме на пустыре. Представляете, да? Прямо на трассе. Вот это вот квартира. Вот. По идее, вот это уже начинается этот дом слева, в котором все эти квартиры. И вот здесь вот всё сам должен ты найти. Вот здесь, видите, открывается. Открывается. Надо набирать код, который тебе дают. И потом нажимаешь вот эту кнопку, и у тебя открывается, и там ключ. Ты берёшь этот ключ. Ты идёшь, ищешь. Тут два входа. Во-первых, вот этот вход. Пробуешь, подходит ли ключ сюда. Всё сам. Хорошо, если ты днём приехал. Если ты приехал вечером, то ты тут вообще ничего не найдёшь, да? Вот. Ну, в общем, вот такие вот, как говорится, издержки. Потом ты вот идёшь дальше, если тут ключ не подошёл. А что делать? Приходится всё самому. И в конце концов, мы видим там дверь в конце. Вот она, вот она, в которую ключ подошёл, наконец-таки. Вы заходите. Вот видите, здесь недострой рядом. Там вот очень даже территория такая неухоженная. Ну, то есть, здесь строительство кругом продолжается. Пустырь. И вот, одни из первых зданий, они уже хотят получать за это деньги. Ну, ладно. Тем не менее, что есть, то есть. Мы уже заплатили. Возврат никто вам не гарантирует. Значит, заходим. Сразу мы заходим на кухню. Вот, я вам показываю. Кухня, в принципе, неплохая. Смотрите, да? Вот. Кухня на 8... На 8 комнат. Я свет включила. Не знаю, может быть, будет лучше. На 8 комнат. Две из них односпальные для одного человека. И 6 двухспальных для двух человек. Тут я даже вижу, что семья живет. Все, кстати, самое интересное запомнено. Семья живет с маленьким ребенком, который шумит, кричит. Вот, смотрите, видите, стиралка. Ну, и все это я уже вам показывала. Вот эти все причиндалы можете пользоваться, готовить, убирать. И это вход в мою комнату. Вот так выглядит тоже малюсенькая кровать, телевизор, тумбочка и больше ничего тут особенного нет. Я этот отель, вот как его назвать, отель, в котором проживает больше 8 человек. Общий ванная, туалет, общая кухня и вот это вот такие здесь места, которые могут тоже все в общем пользовать. Стоимость это был апрель месяц, была скидка. Стоимость моей такой малюсенькой комнатушки 25 фунтов было на тот момент. А вот сейчас я открыла, посмотрела, она уже стоит точно так же 40 фунтов. Самая дешевая, остальные все дороже. Ну и смотрите сами, как говорится, я заказывала эту комнату через Арбин. И ещё одну студию я хочу вам показать. Это уже в Таиланде, в Паттайе Nordic Group Nordic Group отель. И это моя студия, хочу сразу сказать, она стоила 300 фунтов в месяц. Но это ещё и недорого, потому что Nordic Group может быть, как некоторые знают, те, кто в Паттайе бывал, они сейчас обанкротились. И вот тот огромный отель, в котором я жила, там у нас практически всё уже было пусто. Ну, давайте посмотрим. Вот мой номер новый. покажу от двери. Это One Bedroom. Апартаменты на третьем этаже. Всё здесь чудесненько, всё здесь есть, смотрите. Холодильник, конечно же. Большой вместительный. панель. А здесь диван. Напротив телевизор. Огромный тоже панель. И вот такой выход на балкончик. Балкончик небольшой. Вполне себе даже для стола может быть и хватит. Но вот к сожалению вида как такового здесь особо нет. и здесь дальше вход. Вот это спальня. Вот такая. Не очень-то что-то тут и есть, конечно, но вполне себе неплохо. Вот тоже здесь кондиционер. и вот здесь ванна туалет. Это душ. Вот так. И это здесь столик. Все есть основное. этот номер стоит 13 тысяч в месяц плюс тысяча за уборку и плюс по счетчику вода и электричество где-то примерно тоже 600-700. Это я в батах говорю цену 13 тысяч бат ну и вот плюс там все эти услуги еще. В общем получается в среднем 300 фунтов в месяц или как вы понимаете 10 фунтов в день что по сравнению с другими отелями очень дешево. Конечно же скажете вы что это Азия что здесь всегда все намного дешевле но тем не менее по-моему вот этот вот номер у меня он кстати не студия а он с одной спальней one bedroom то есть по-моему самый приличный из всех которые я вам сегодня показала я имею ввиду и при том что он получается самый дешевый ну а я сейчас вам показываю вот это вот Волкин стрит очень знаменитая улица в Паттайе улица красных фонарей как она называется посмотрите очень интересно иной раз здесь прогуляться хотя вы знаете вот когда я не была в Паттайе мне казалось все это так страшно что трансвеститы что вот это вот улица красных фонарей которая пользуется дурной славой тем не менее вот вечером мы здесь иногда гуляли ничего здесь страшного не происходит Азия есть Азия вы знаете я ужасно хочу скорее туда вернуться несмотря ни на что и кстати моя знакомая Татьяна с которой мы здесь отдыхали и познакомились именно в Таиланде Татьяна из Украины я рассказывала вам о ней с кем я ездила в Таиланд у меня есть такое видео и то что ее не пустили во Вьетнам я вам рассказывала ну вот мы с ней на связи и она там до сих пор находится она ездила в Малайзию продлила себе визу и прекрасно там живет вот уже больше 6 месяцев вот такое сегодня у меня для вас видео разнообразное опять же разное время разные страны разные куски если кто-то заинтересовался в тех отелях которые я показала то пишите мне пожалуйста я вам дам ссылочки как это все происходит как это все можно заблокировать потому что все-таки отели конечно которые я вам показала это очень бюджетный вариант самый бюджетный из всего что можно найти поэтому как раз вот я и езжу постоянно что я пользуюсь бюджетными вариантами я их знаю много а если вы находите шикарный отель 5 звездочный 4 звездочный если вы привыкли в роскоши отдыхать то для вас будет мое следующее видео я вам кстати расскажу и покажу один чудесный отель 5 звездочный и что там приключилось со мной и с Татьяной из Украины я все вам расскажу ну и еще друзья я хочу напомнить потому что многие забывают поставить лайк после просмотра моего видео а это очень важно для распространения контента пожалуйста также подписывайтесь на мой канал нас уже 76 тысяч и осталось совсем немножко до 100 тысяч давайте сделаем 100 тысяч к 17 августа к 6-летию моему канала а на этом я с вами прощаюсь друзья всего доброго всем пока пока